Личный состав, управление уголовного розыска, по случаю открытия памятника построен, докладывал полковник Грибанов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал! В руках у начальника регионального ФСБ Сергея Ерофиева рассекреченный всего несколько дней назад документ. В нем данные о совместной операции органов внутренних дел и государственной безопасности по ликвидации банды, наводившей ужас на Рязань в далеком 45-м. Тогда от рук ее лидера погибли сотрудники госбезопасности и оперуполномоченный УГРО. В итоге преступников поймали, а банду ликвидировали. Теперь рассекреченный документ передали начальнику управления уголовного розыска ОМВД Денису Грибанову. Исторически сложилось, что наши ведомства плечо к плечу борются с преступностью. На протяжении всего периода своего существования во благо личности, общества и государства. Сергей Ерофеев добавил, что памятник Дзержинскому – это и дань уважения как ветеранам, так и действующим сотрудникам. А еще степень уважения ко всем павшим товарищам. Это дань памяти всем погибшим, которые, защищая людей, пожертвовали своей жизнью. Пусть память о них будет вечной. Мы должны помнить, что лишь имея горячее сердце, холодную голову и чистые руки, мы сможем защитить наши семьи, друзей и общество от преступных досягателей. Под зал Поружейного Салюта Сергей Ерофеев и Владимир Алай снимают занавес с мемориала. Ветераны и действующие сотрудники уголовного розыска возлагают цветы и направляются к недавно созданной музейной экспозиции, посвященной истории Рязанского уголовного розыска. В роще обезвредил взрывное устройство, взрывотехники не ехали, были в Чечне, но время такое было. А у нас в Громе служит его сын. В стопал отца пошел, сейчас его в фильме вот увидите у нас. Юра Зеленевна такой, легендарный начальник розыска. Фотографии легендарных сыщиков, наградные листы и медали, а также макеты боевого оружия. Через стекло можно прочесть и надписи на памятных документах славного боевого прошлого оперативников УГРО. В день открытия памятника Железному Феликсу еще одним рассекреченным документом на экспозиции стало больше. Валерий Седов, телекомпания «Город». Валерий Седов, телекомпания «Город». Ну что.